Вера в ангелов. Мы знаем то, что очень большое количество ангелов. Основные ангелы Джабраиль, Микаиль, Исрафиль, Малик-эль-Маут, Мункер-Ванакир. То есть основные ангелы это Джабраиль, которому, субханаху а-та'аля, повелел именно Вахи. Самый такой приближенный ангел к Аллаху, субханаху а-та'аля. Джабраиль, который доносил откровения от Аллаха до пророков. Исрафиль, тот, кто будет дуть в Горн. Также Микаиль, тот, которому Аллах, субханаху а-та'аля, поручает вопросы погоды, все, что связано с природой. Малик-эль-Маут, ангел смерти. Некоторые его называют Израиль, или еще говорят, например, в некоторых тюркоязычных народах, Азраиль. Но это не достоверное его имя, а называют, зовут его Малик-эль-Маут, ангел смерти. Тот, который, кому каждому из людей придет он, и каждый с ним встретится, перед тем, когда Аллах, субханаху а-та'аля, будет забирать его душу. Если он с улыбкой придет, с хорошим вещанием, легко из него выйдет душа, подобно как из Бурдука выходит последняя капля воды. Если он был грешником, неверующим или лицемером, то, как сказано в хадисе, подобно крючку, который, когда выдергивает мокрую шерсть, вот так же из него выдернут его душу. Тяжело у него, уже больно почувствует, и увидит, что у него будет лицо некрасивое, злобное. Да, Аллах, субханаху а-та'аля, чтобы на всем нам пришли ангелы, беду, лу-джух, с белыми, с красивыми лицами, иншаллах, когда мы встретимся с ними. И так же ангелы, которые будут спрашивать в могилы, задавать вопросы. «Мэн раббу куэн адийн, куэн адийн, куэн адийн». И тогда Аллах, субханаху а-та'аля, скажет, «Ан садақа абди, вали абди, наасаль, мой раб сказал истину, ему будет то, что он попросит». И тогда ему откроют дверь, он будет барзахи, лежать до судного дня, его тело в могиле, а душа будет в другом измерении наслаждаться. И ему откроет окошко в рай, и он увидит это. И захочет туда уже пойти, скажет, «Рабби, акинис саа, хатта арджа'и ла мали, ва ахли». О, Аллах, субханаху а-та'аля, сделает так, чтобы побыстрее наступил судный день, чтобы я вернулся к своей семье и к своему имуществу. Неверующий человек не сможет ответить на эти вопросы. И также лицемер, он при этой жизни знал, но будет говорить, «Ах, кунту адри фанасиит», «Я знал, но я забыл». И тогда, когда они увидят свое наказание, свое местоположение в аду, неверующие в аду, а лицемера мунафига, «фиддаркел асфалиминаннар», как Всевышний сказал, «насама бне адар», тогда они скажут, «Я радбилят уким саа, о Аллах». Сделай так, чтобы отградить от нас судный день, чтобы он не пришел, то есть, чтобы это... Почему? Потому что, если сейчас я тут наказываюсь, тогда каково там будет мое наказание? Поэтому, также ангелы, которые записывают благие кирамы катибин, Аллах в Коране говорит, которые записывают благие дела, с правой стороны, с левой стороны плохие дела, но в течение дня, иншаллах, если человек сделал плохое дело и потом сделал, совершил за ним, покаялся, совершил благое, Аллах в Коране говорит, «Инна л-хасанат юзгибна саят». Хорошие дела стирают плохие дела. Хорошие дела стирают плохие дела. То есть, когда человек совершил какой-то грех, сразу же нужно поспешить, поспешить сделать благое дело. Поэтому, иншаллах, вот эти вот благие дела стирают плохие дела. Каждый день, также, в Байт-эль-Ма'мур, сказано, в небесной Каабе, есть в небесах Кааба, Байт-эль-Ма'мур, там читают 70 тысяч ангелов, намаз, ас-саля. На следующий день новые 70 тысяч ангелов приходят. На следующий день и так, постоянно. Поэтому их количество мы не знаем. Аллаху а'алям. Только Аллаху а'алям знает их количество. Аллах в Коране говорит, «Ва ма я'аляму джунуда раббика илляху». Не знает войска Аллаха никто, кроме как Всевышний Аллаху. Они сотворены из нора. Никогда не ослушиваются Аллаху и выполняют все, что им приказано. Также есть ангелы, которые будут строжа рая, Ридуан. Ангелы строжа ада, Налик. Поэтому их много, очень большое количество, сосчитать их невозможно. Они не являются сотоварищами Аллаху. Они также являются рабами Всевышнего Аллаха. И у них нет выбора, грешить или нет. Аллах их так сотворил, они без вопросов полностью выполняют приказы Всевышнего Аллаха.